всем всем девчата привет ребята у меня значит сегодня вечер какой-то не задался я отсняла видео почти на час подключила вот этот мой микрофон чик алё алё представляете такая незадача потом открываю видео во всем видео нету звука просто нету расстроилась ночью делать-то звук то нету а видео отснято я все по удаляла и решила снять видео дубль 2 все для вас мои дорогие потому что завтра будет день и будут свои заботы очередные у меня дочка в гостях с ночкой и мне не хочется это видео оставлять на завтра я хочу рассказать немножко о шапочках как я их вязала и чем я буду заниматься вот прям в эти дни и что я буду вязать ну и покажу вам что я получила какие посылочки пришла девочки пришел мне штатив пришел штатив покажу вот такой вот коробочки вот так он выглядит вот весь он железный крепится вот сюда телефон в общем он выглядит крепится к столу и настраивается вот такое крепление видите вот все крепеж китайские девчата цена ему 1000 здесь несложное крепление ну я уже в конце наверно видео и сейчас я остановлю и вам покажу вот именно как он у меня сейчас закреплен хорошо девочки сейчас минутку девчат смотрите вот видите сам сюда вставляем телефон вот вот так крутим так крутим как как вам угодно так будет он крутится штатив сам вот он тоже крутится видите можно вот оно крепление на краю стола у меня можно его двигать вот сюда на край можно на ту вот сторону стала поставить очень можно установить как вам удобно но это действительно девочки удобный штатив я очень рада что я его купила я оставлю под видео ссылочку на этого продавца шел он где-то но я не скажу чтобы долго около месяца около месяца почему китай рядом с владивостоком а шел он около месяца потому что посылки сейчас отправляют через москву то есть у нас границы закрыты шлют в москву из москвы только пересылают к нам штате вот эту штуку я уже боюсь стыкать и озвучки не получилось поэтому у меня уже что-то страх вот перед ним просто страх воткну думаю сейчас потому что многие горели ой звук плохой звук плохой не знаю девчата у меня звук хороший абсолютно хороший сейчас тут проверю этот звук и начну дальше продолжать это видео все вам расскажу ну вот девочки вроде бы со звуком все хорошо я сейчас вам покажу что же мне пришло в моих посылочка в девчата смотрите девочки с первой я вам покажу норочку пришла серая норка вы знаете она по сравнению с белой и с розовой более пушистая девчата здесь написано пряжа пух норки длинный ворс утюжок 2 ручная стирка вот такая этикетка смотрите вот это мордашка тоже синяя этикетка как и белый было и розовой но сама нить нить действительно пушистей она вот смотрите еще даже не развернута смотрите какой у нее пушок пушистая девчат пушистая и идет вот такая добавочная ниточка 5 5 добавочных ниточек и 5 вот таких моточков по заявлено по 50 грамм девчата я при вас сейчас взвесим взвесим и посмотрим вот нолик вот 5 наших уличек 95 грамм до 95 грамм в дополнительно слиточка и наша норочка 257 все как заявлено 5 250 должно здесь даже 257 стойте тут у меня брал кости нужно что-то сегодня какой-то у меня вечер незадачливый девочки честное слово вот 0 95 все верно вот с этой пряжи эту пряжу заказывала я девчата для себя для себя из этой пряжи я буду вязать однозначно ветерок шуршу девочки это хорошая шуршание мы его все все любим вот такая вот ниточка меня спрашивали таня тебе понравилось очень понравилось девочки нету просто слов но вот это и она настолько мягкая она настолько приятная я буду вязать образцы потом вам покажу как она в образце и как она будет после стирки вот белая пряжи белая вот она видите она как распушилась на прям такая пушистенькая пушистенькая ну вот она пух у нее я ее постирала в машинке но я ее ложила в белую наловочку шелковую и стирала в наловочке сейчас расскажу вам немножечко по этой шапочке и потом по из этой будем вязать ветерок я еще не решила может быть какую-то сюда нить добавим а может быть даже и нет посмотрю образец как свяжется покажу наташи если она захочет значит я буду вязать для наташи вот этой пряжи но пряжа девочки я им очень 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 довольна давайте теперь расскажу вам немножечко о белой шапочке как я ее вязала вот шапочка моя она связана видите как бы двойная вот здесь пух норки у меня идет а здесь идет в две ниточки ализе реал 40 в две нити видите вот так вообще шикарно и легли петельки и она очень очень теплая макушку закрывала самым обычным способом разделила на четыре части и закрывала делала макушку не очень высокую вот здесь я набирала на бросовую нить вязала девочки высоту 18 сантиметров и уже потом разделила свои петельки на четыре части и закрывала что по этой шапочки обхват головы у веры 53 сантиметра в 10 сантиметрах у меня двадцать одна петля спицы 375 китайчата были я вязала потом перешла на большие спицы с леской и вязала на круговых закрывала макушку вот чтобы у нас закрытие было чтобы я не была на чулочных спицах я брала три с половиной одеклик и на них уже вязала макушечку и закрыл но закрытие делала вот как закрывала девчата у меня значит набрано девяносто шесть петелек я высчитывала значит пятьдесят три петли я умножала на две и одну петлю сантиметре у меня две и одна петля получилось сто одиннадцать и три десятых петель и отняла 15 процентов 15 процентов отняла у меня получилось девяносто шесть петель вы спросите почему-то они 15 процентов зачем это делала я сразу говорю можно я где-то эту информацию тоже находила в интернете девчата не помню всю для меня информацию я нахожу в интернете читаю смотрю где-то ролики могу просмотреть могу информацию найти именно в письменном виде почему 15 процентов когда делаем обхват головы окружность чтобы шапочка прилегала хорошо и не болталась как бы не было более такая свободная отнимаем 15 процентов если нам хочется чтоб шапочка было свободно одевалась и как бы ну просто просто бы не болталась до то 10 процентов а чтобы плотно прилегала тогда лучше отнять 15 процентов у меня получилось 96 96 рядов я провязала петель девочки петель простите я провязала 59 рядов вверх 18 сантиметров у меня получилось потом я 96 разделил на 4 по 24 петли повесила 4 маркера и начала закрывать перед маркером и после маркера я закрывала по 2 петельки вместе 2 петли перед маркером в левую сторону наклон 2 петли за маркером в правую сторону наклон вместе вот таким образом когда у меня осталось совсем мало по моему тут 13 петель закрыла макушку мало я в ниточку продела в иголочку пропустила через все петли прошла и затянула затем второй раз прошла по этим петелькам иголочки затянула и сделала как бы перешла на изнаночную сторону туда ввела иголку и там закрепила ниточку и обрезала все потом вот эту бросовую нить я распустила набрала вот уже реал 40 девчата здесь у меня значит 375 а вот реал 40 я вязала на три с половиной тоже на китайских спицах на китайчатах вязала девочки уже с тем расчетом вот мою шапочку три сантиметра пух норки у меня ушел как бы вот во внутреннюю часть дать вот она ушла и пошла шапочка то есть здесь я провязала 14 не 18 вверх до закрытия а вот даже 13 13 и начала таким же образом закрывать точь-точь также закрыла закрепила и ниточку туда вовнутрь спрятала ведь у меня нету здесь никаких нитей шапочка получилось двойная девчата очень очень теплая сейчас я вам скажу сколько она ушла у меня по весу на нее ушло так вот ноль шапочка 87 грамм девчата у меня нити остались от моточка белого пуха норки у меня было 2 моточка у меня остался моточек я вам сейчас покажу даже девочки смотрите меня духа . смотрите сколько осталось вот самой пряжи я не знал что видите взяла и разделила моток пополам думала вязать там три ниточки и потом спасибо девчата мне подсказывали здесь этикетка вот такая видите она как бы отличается немножко да ну в принципе то мордашка тоже только здесь не пишут длинный ворс вот этого ну просто нету вот а так этикетка такая же давайте взвесим сколько у меня осталось было два моточка 2 пряжи значит у меня шестьдесят один грамм и добавочной вот ниточкой их было две шпулички их двадцать семь в общем здесь здесь еще выйдет одна шапуля запросто это будет шапочка уже тогда ну маленькая шестьдесят два здесь восемьдесят четыре даже вот пополам взять получается где-то по 42 по 42 грамма ну где-то так вот выйдет еще шапка для кристины белая но кристина сказал мне вязать розовую поэтому будем вязать вот с этой норочки розовая тут тоже она я вязала образец девочки она тоже пушится очень мягкая ну пряжа шикарная и здесь тоже вот такая же этикетка и две шпулечки вот они я ее постирала она тоже хорошо пушится после стирки но я образец распустила мне жалко как бы разбрасываться этой пряжи я конечно ее распустила это будет вот получается у меня здесь вполне выглядит две шапки и здесь шапочка и вот думаю если бы на кофточку наверное не хватит потому что здесь получается 100 грамм и здесь маловато как бы шапочки будем вязать шапочки девочки следующее что я вам хочу показать давайте одену шапкульку на манекен и вам покажу здесь как я рассчитывал девчата я связал образец из двух вот этих рапортов у меня получилось вот эти два рапорта 11 сантиметров вот один и второй рапорт вот так в образце они 11 сантиметров 26 петель 26 взяла так 11 сантиметров я прям так скажу не сантиметра значит это я так высчитывала интересно здесь но или вам не буду это говорить ладно в общем на голову на обхват головы я взяла 10 рапортов вот здесь мне нужно было 10 рапортов взять резиночку 2 на 2 и вязала 88 петель чтобы она была прям вот плотная по голове я высчитала не захотела чтобы она болталась вера ходит вечно уши голые поэтому я взяла 88 петелек 10 рапортов в рапорте у меня получилось 130 петель 130 петель вот у меня как получилось 2 рапорта 26 петель значит в одном рапорте в одном было 13 петель девочки и потом я высчитывала значит у меня 88 петель это резинка а мне нужно 130 было выйти я вот здесь после резиночки добирала девочки 42 петли 2 провязывала вытаскивала из протяжки вытаскивала петлю и вот таким образом я добирала сорок две петли добрала три вида я вязала в третьем ряду я начала делать переплетение как я делала переплетение с вам ряды скажу я делал вот я все рассчитала себе в третьем я делала переплетение потом в десятом в семнадцатом двадцать четвертом в 31 и 38 в третьем ряду я переплетение делала перед работой в десятом за работой было у меня потом 17 перед работой 24 за работой 31 ряд перед работой и оставляла это все мы переплетаем первые четыре петли вот у нас 8 петель на крючке на спице да вот мы доходим вот эти вот 8 лицевые петель 8 штук их вот первые четыре петли если они перед работы я беру первые четыре петли сюда их вложу перед работа на дополнительной спицы вторые 4 следующие 4 я провязываю и потом провязываю вот эти дополнительные спицы 4 петли это перед работой в десятом я буду их оставлять первые же первые нет вторые а первые четыре петли за работой я значит их снимаю на дополнительную спицу оставляю за работой провязываю вот эти четыре вторые петли и возвращаясь потом провязываю с дополнительной спицы 4 вот этих петли которые у нас летели за работой девочки я думаю вы это поняли коса она переплетается здесь мы только меняем положение за перед работы за работой и всегда мы работаем спи с первыми четырьмя петлями все тут очень все просто провязала опять же я провязываю высоту у вас своя я схему кино сообщества по шапочкам девочки там какая окружность головы какая будет высота и какой размер вот этого донушка это я обязательно брошу в сообщество кому будет нужно зайдете туда скопируете или перепишите себе кто не умеет копировать вот такая вот макушечка я высоту вывязывала 18 сантиметров вот здесь вот вот где я начала вот здесь я начала вот в этом месте делать убавки вот смотрите да у бабок вот 18 сантиметров я вывязала вывязала шапочку как делал убавки девчат вот здесь мы вязали 2 изнаночных лицевая 2 изнаночных начинаю делать убавки до вешаю маркер вешаю марки чтобы знать где начало и где у нас будет конец ряда вязала на круговых спицах спицы у меня были четверка вот здесь была китайчата на 40 сантиметров резинку и зал на три с половиной саму шапочку я вязала на ади клик четверка спицы там у меня лески разные поэтому я вязала на передергивала саму леску и вязала и закрытие делал тоже на круговых спицах с леской очень удобно очень я уже как-то вы знаете вот вот эти маленькие спицы и ими практически и не пользуюсь вот закрывала значит 2 изнаночных я провязала в одну потом лицевая 2 изнаночных опять в одну ряд провязала так сокращение сделано второй ряд без сокращения потом ряд снова через один ряд мне нужно сделать сокращение я дохожу вот до нашей как бы косы называемые у косой у нас получается 4 и 4 до девочки я так вязала 2 лицевые 2 вместе сокращаю 2 опять сокращаю 2 лицевые то есть 2 и 2 сократила у меня остается вот здесь уже как бы меньше не 8 а 6 следующий ряд без сокращения потом снова в косички в этой сокращение дело потому что здесь лицевые петли нам удобно в них сделать сокращение и так я сокращала сокращала пока у меня вот здесь не осталось 13 петель 13 петель касалась я отрезала хвостик вот извиняюсь девчата вера выходила вот здесь у меня осталось на макушке 13 петелек тогда я уже закрыла полностью также ниточку по длиннее взяла в продела в иголочку прошла вот эти все петельки вокруг стянула и второй круг опять же в каждую петлю я зашла как бы два круга сделала по петлям затянула вышла на изнаночную сторону здесь закрепила ниточку и обрезала к этой шапочке вот так она выглядит на изнанке видите девчат вот вот таким образом все аккуратно петли петли лежат ведь и ну просто просто аккуратно мне понравилось вот шапочку эту я еще не стирала девчата к ней будет вязаться снуд пряжа у меня есть у меня была упаковка и и поэтому будет снуд в два оборота вязаться и вера хочет помпон именно из пряжи к этой шапке мне написали что ой не модно уже такие помпоны никто не носит она взрослая девчата прежде чем ей что-то вязать я уже давно с ней советуюсь без нее я уже не стараюсь вязать потому что можно связать вещь она скажет я ее носить не буду я ее спросила у нас есть и искусственный натуральный помпон нет сказал мама вяжи мне именно вот я и на ту шапочку делала помпон из пряжи дать на рыженькую и на эту она хочет такую же поэтому я сделаю помпон и свяжу с ног девочки потом покажу как это будет выглядеть я вам покажу что у меня теперь в планах которые и сейчас покажу который я вязала образец девочки вот с этой пряжи я хотела начать вязать кардиганчик или кофточку кристине на весну я уже вязала сангары вы помните себе такую он кофейного цвета был пряжа я вязала себе кардиган очень приятный к телу классный но я его смешивала в две нитки у меня там была смешана серой ниточкой ализе по моему сейчас я посмотрю вам скажу вот вспоминайте девчата кто со мной давно вы помните вот такой вот цвет у меня был вот я вязала вот с этой пряжи да и до миксовала я ее вот с этой сангоры gold получилось что-то прям нереально крутое приятное не колючая просто шикарная вот просто шикарный вышел кардиган я также захотела связать внученьки этой же пряжи пряжа вообще оставила впечатление о себе вот это ангара просто шикарная она у меня еще и в вот он есть в цвете и я вчера сидела вязала образец посмотрите какая красота пушистая видите пушочек вот он вот он девочки как вам показать я не знаю но пушочек тут есть почему есть пушочек она здесь пушится вот она здесь у нас 250 метров на 100 грамм 35 махер 15 шерст кроссбурет 50 акрил но я в образце смешала девчата с лизе кит роялем этот махер он немножечко ну дает колкость для меня это не неважно я не реагирую на это мне хоть чистую шерсть свежие я буду носить и мне не колется я связала мне понравилось вот эти две дай смотрится нежно очень нежно вот двоечкой связана резинка здесь единичка я вязал тут двойкой и потом вот лицевая гладь и платочку я попробовал посмотрите как она нежно красиво девочки смотрится но сегодня утром она высохла у меня есть постирала просто душистым мылом вот так пожамкала пожамкала под краном отжала девчата безжалостно и пошла повесила дома вот так на веревку все утром подхожу он такой пушистенький мягкий очень классный но моей внучке он колется наташа как мама на нибудь носить она не будет носить потому что ей колит колит она все время воль мне колит много оказывается вещей которые я связала и они просто лежат из-за колкости игру принесите я продам который вы не носили я выставлю и продам но вот этот я не буду распускать вот этот вот рисунок вернее образец девчата я его оставлю и из этого я что-то придумаю а хотя что придумал нет нет я уже переиграла думала себе себе но цвет сам выбрала кристина для себя и и сегодня в прямом эфире девчата подсказывают таня соедини с акрилом вот это то есть убрать я нашла акрил вот такой акрил я нашла у себя вам сейчас скажу это нако бомбина марвел 15 процентов шерсть девчата 85 премиум акрил я так понимаю что это детская турецкая пряжа потому что видите колясочка написано она мягчайшие просто вот замечательная мягкая мягкая здесь так color девочки 105 35 вот такие вот все значки смотрите видите значит здесь у нас три с половиной четыре спицы 30 градусов стирка утюжок единичка и крючочек даже есть два с половиной 50 грамм 130 метров 260 метров значит на 100 грамм до 260 здесь 250 вот попробовать их соединить не сегодня девочки говорят танец соедини с акрилом с акрилом с детским и она будет классно поэтому я это оставлю этот пускай потому что у меня вот такая пряжа есть еще в сером цвете сером и возможно я его и есть серый вот такой махер у меня вот вот если я вот это сделаю соединение то это будет для меня это однозначно цвет только другой будет и махер будет другой и цвет этот поэтому этот образец я оставлю чтобы я не забывала а завтра я буду вязать образец вот этих двух ниточек постираем и посмотрим девчата я думаю что смотрите какой будет но вот такая будет ниточка да и хочется вот голубенький бирюза цвет бирюзовый вот так я держу колкости вообще нет вот вообще нет завтра я свяжу образец и будем смотреть и тогда мы вот это соединим и буду вязать кардиган для кристины с прорезными карманчиками это я на весну хочу девочки вот этот кардиган будет вязаться на камеру девчата вот это я буду вязать прям подробно 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 реглан сверху будет на планочки и два кармашка будет ниже попы вот такой будет кардиганчик теплый чтобы мне вот хочется именно такой есть связать наташка это мама вяжи потому что у нас ветра и теплый кардиганчик он нужен девочки это я буду вязать для кристины вот такую пряжу девчата я уже вам говорила карамелька она тоже выбрала баба вяжи мне костюм решили вязать 22 костюма девочки вот такую пряжу она вам всем известная сейчас я вам покажу этикеточку помните эту пряжу ализе лана cotton или cotton как хотите назовите color 393 здесь это вот моя любимая пряжа кстати очень даже я из такой пряжи только цвет серый связала вере свет свитер серый прошлый год вязала девочки помните у меня есть о нем на канале 50 грамм 160 метров здесь спицы три с половиной четыре с половиной крючок даже 34 здесь 26 значит процентов шерсть 26 хлопок и 48 акрил девочки это пряжа безумно мне нравится она просто шикарная вязать ей приятно петли ложатся клиенте вот резиночка я начала образец вязать и вот лицевая гладь это я четверкой до до 4 вязала и немножко провяжу потом перейду на наверное на четверки и оставлю на четверки и оставлю только у меня столько сегодня мысли пробежала в голове пока я первый дубль снимала знаете можно кофточку связать спинку реглан будет сверху спинку лицевой гладью по передним полочкам можно связать шишечки они тоже актуальны дать вот можно какие-то узорчики но если шишечки то там лицевая гладь и шишечки этого будет достаточно я у меня такой желтый светерок с кавказской пряжи для веры я вязала с шишечками она его носила по моему в седьмом классе одевала сейчас он лежит просто лежит и он новая на его одевал несколько раз вот и сегодня разговариваю с наташей игры вот таких 10 мотков то есть упаковка наверно 42 размер у меня ушло девочки на свитер вот такой не не по талию а до пол бедра и вязала у меня ушло всего пять с половиной моточков то есть из десяти моточков я могу смело связать кристине костюм на весну кофта на планке на пуговках вот кофточка вот может быть даже по верхней части на полочке вывязать шишечки можно можно и захватить и рукавчики шишечки можно на рукавчик не делать а только на полочках шишечки сделать да и потом кармашки прорезные сделать и брючки кофточка допустим в одну нить а вот брючки если я буду вязать то я их буду вязать в 2 нити потому что на кофточку можно одеть без рукавочку можно одеть курточку ветровочку а вот на брючки но в одну ниточку я считаю это будет конечно все равно холодновато для станишек будем вязать две ниточки пряжи достаточные что что хватит из этого будет точно костюм кофточка и брючки кофточка на пуговках но но кристина же выбрала еще и вот такое понимаете что вот баба это мой цвет и это я хочу чтоб ты вязала это моя любимая карамелька сто процентов девчата акрил я как-то смотрела недавно видео не помню у кого и кто-то кой купила карамельку она скрипит я не знаю девчата у меня не скрипела я связала кто со мной на канале давно вы видели я связала себе платье вот с этой карамельки только там цвет вишня пряжа мне очень очень нравится у меня их много упаковок так я набрала разных цветов вот этот цвет выбрала кристина возможно будет тоже полегче костюм в виде свиншота и брюк возможно если они захотят значит два костюма будет кристины а кто они дочка моя и внучка если скажет ну выберут и будем довольствоваться одним а значит я один буду параллельно вязать но на продажу сегодня дочь сидит и говорит мама пора вязать на продажу я груда да я согласна здесь метр семьдесят пять на 50 грамм девчата вот пряжа шикарная не знаю кому как мне на очень очень нравится здесь у нас 35 значит крючок по моему спицы здесь вообще не были указаны были 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 указаны ну я не помню какими но я вязала кабы не четверка девчата вот поэтому два будет костюма 2 кофточку на планочки будем вязать на видео но свиншот я думаю вязать не буду я на видео я его буду параллельно вязать за кадром просто буду вам говорить расчеты все скажу и потом подробной им к по ней скажу хорошо девчата вот но вот этот вот эту вот кофту я буду вязать и вот эту кофту тоже будем вязать на камеру поэтому две кофточки будет на камеру это кардиган это будет просто кофта и влюки это мои вот ближайшие планы девочки прям ближайшие что же я вам еще не показала вот эту вот сумочку это тоже с алиэкспресс пришла сумка девчата мне она очень понравилась но я не думал что она такая вот прям высокая вместительная знаете расцветка такая вот красивая девчата я вам сейчас скажу ее высоту если вы так считать 20 ну вот за кантик не будем заходить 27 сантиметров и в ширину она 13 сантиметров здесь смотрите здесь два отдела замочки хорошо входят вообще вообще я очень осталось довольно смотрите мои хорошие это под крючок и здесь можно поставить вот сколько крючочков здесь вот тоненький дать можно вот так положить еще один ряд крючков здесь можно положить маркеры девчат она тут от замочек никуда не у вас не денется можно маркеры ножнички сюда положить также вот ленту да здесь смотрите можете спицы чулочные положить линеечку воткнуть свою мерную которую мы меряем наши спицы сколько крючков девчат можно вы посмотрите сколько здесь можно крючков по наложить ящик правда ничего не ложил но довольно этой сумкой безумно просто безумно смотрите вот какой отдел 2 3 4 представляете и по глубине вот такая глубина вот здесь тоже глубина вот здесь сумка тоже глубина вот глубина 11 сантиметров девчат и здесь тоже самое и здесь вот отдельчики смотрите вот отдел вот один вот тут вообще глубина с крючок здесь вообще ого это вообще глубина вот до конца ого здесь отдел здесь можно спицы девочки хранить здесь глубина 19 сантиметров и если считать до вот этого то двадцать шесть здесь вполне можно держать чулочные спицы представляете сколько здесь все можно наложить а цена где-то 650 по моему рублей заплатила с бесплатной доставкой с бесплатной девочки представляете я очень довольна вот вам показала завтра днем будут сюда укладывать свои крючочки но мне еще идут с алиэкспресс крючочки это еще не предел моих крючков дать там я заказала тоненькие крючочки по моему два что-то до двух с половиной я уже не помню девочки но ручка ручка то что я вот люблю которыми вязать пластиковые такие крючочки ручки классные у них но придут я буду вам показывать обзор я вам все показал все рассказала это у меня уже видео дубль 2 дочь мне говорит мало жизнь спать завтра уже с ними силы нет я так не умею мне нужно уже закончить с одним как бы а потом спокойно уже лечь спать сейчас девчата что сейчас я могу делать я вам сейчас мои хорошие покажу на себе тулип у меня здесь еще маркиз под ногами девчата смотрите мои хорошие вот я рукавчики связала еще с поближе к вам подойду и вы посмотрите я его утюжила кто-то мне написал там нельзя парить я почему смело его падила потому что я уже вязала из него для внучки платьице и мы его прям утюгом гладили беспощадно стирали в машинке в общем она у меня прошло все испытания и ничего с ним не делается она вот как была как новенькая так и есть смотрите девочки вот так вот выглядит вверх вот круглая вот идет какие . вот она видите вот 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 а здесь уже привязывала я здесь делала подрезы и привязывала рукавчик свой и здесь на рукавчик у меня ушло вот полный раппорт второй раппорт вот он два раппорта и вот третий до пышных столбиков все ниже мне я связала один раппорт но вот здесь получается когда вот руки сгибаем и она получалась вот так вот как бы загибалась некрасиво смотрите как она выглядит здесь видите она вот прям вся колышется помните когда я вперед его связала и она вот так вот в обтяжку в обтяжку но это некрасиво и мне же не 15 уже лет вот так она выглядит вот так вот со спинки девочки что я хочу здесь сделать я думала вот у меня сейчас я вот вот пальцы поставлю вот вот это расстояние это два раппорта вот вот два раппорта я думала провязать еще два раппорта но после утюга мне кажется что здесь еще один раппорт один и будет достаточно поэтому девочки я вижу вот так вот горловинка смотрится видите вот девчата вот вот свет так чтобы все вот так сейчас даже чуть потемнее сделаю вам будет лучше вот чуть потемнее сделала смотрите рисунок рисунок очень простой вяжется очень легко когда закончу я сделаю обзор на нее до ведь он он такой вот прям вот колыхаться должен потому что нитка сама по себе очень красивая очень красивая нить и она девчата она как бы если платье вязать она утяжеляет вес свой нить и получается она ложится вот по фигуре и в обтяжку его делать но не надо здесь я без прибавок вижу вот от подрезов по кругу идет просто прямым полотно если кому-то надо прибавки значит вот здесь когда смотрите вот эти вот столбики мы провязываем вот в этих столбиках вы можете регулировать прибавить вам или убавить прибавить или убавить если прибавить добирайте больше вот этих столбиков понимаете и все здесь ничего сложного нет ну вот девчата вот вот так вот она я провяжу еще один рапорт от утюжу его посмотрю ну может быть два если мне понравится длина значит и оставлю если не понравится ну вообщем девчонки мне нравится это самое главное пишите нравится ли вам как она на мне сидит вот так вот так вот красота из красот понимаете сама 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 пряжа очень красивая очень красивый девчат не бойтесь вяжите вы знаете один моток берешь не скользит так другой моток берешь вот ну скользкий в таком случае я просто мочила пальчики вот мочила под водой водой поток если кремом будет вообще скользко не надо кремом руки мало а водичкой и прям нормально потом потому что руки все равно сохнут и от пряжи они сохнут и скользкая нить и начинаем когда торопиться я быстро вижу крючком у меня крючок только мелькает и бывает что нитка прям выскальзывает понимаете ну скользкая и думает ну чё ж такое тогда да мочу руку водой чтобы вода была прямо на руках и дальше вяжу поэтому девочки на этом все мои дорогие я вам все рассказала все показала здесь у меня лежит мой котик сейчас вам покажу вот кого вам покажу видите где только я там и он девчата мои дети все спят дочки ложись уже игры нет я не успокоюсь пока я не сниму я ссылочки на все мои покупки я вам оставлю под этим видео монтировать буду завтра с утра естественно сегодня монтировать уже не буду а утром девочки потому что у меня уже два часа ночи пара бай-бай а вам всем мои хорошие он тоже дремит дремит ну скажи всем спокойной ночи маркиз красавец мой просто красавец гляньте 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 маркуш ну скажи всем пока пока так вот девчата ой любимый кот любимый куда деться замурлыкал замурлыкал ну иди на кровотку в общем девочки всем здоровья хочу сказать всем приятных вязалочек вдохновение чтобы вас было много пряжи спицы крючочки чтобы вас посещали новые проекты чтобы в голове было уйма планов и они потихонечку у нас все сбывались самое главное здоровье берегите себя до новых встреч подписывайтесь кто еще не подписался на канал я всем очень-очень рада мой канал о моей жизни без прикрас ну и конечно же о моем любимом хобби я так скажу вязание без которой я не живу ни одного дня вот всем пока пока с вами была татьяна ставим пальчики вверх пишем комментарии я вас жду к себе в гости снова и снова пока пока